Последняя микроперепись населения в регионах страны проходила в 1994 году. Такой перерыв специалисты связывают с отсутствием финансов. Это же обследование, которое пройдет в течение всего октября, ученые называют уникальным. Совсем скоро, обещает Росстат, россияне узнают о себе много нового. Наряду с традиционными вопросами о поле, возрасте и количестве детей будут и такие, которых раньше не задавали. К примеру, интервьюерам многоактуальной информации необходимо собрать о молодежи. Тех, которые во время предыдущей всероссийской переписи были подростками. Какой у них уровень образования, куда уехали учиться или остались в родном городе. Впервые появятся вопросы о длительно отсутствующих членах семьи. Не находятся ли они в местах лишения свободы. Также микроперепись позволит оценить результативность различных мер господдержки. В частности, речь идет о материнском капитале. Насколько эффективен данный проект и стоит ли его прекращать, переписчики также спросят у горожан. Также впервые переписчики будут выяснять, где человек зарегистрированный, где фактически проживает. Это уже миграционная тема. Обязательная графа вопросники, национальность. На сегодняшний день сведения о национальном составе страны государство получает лишь по результатам переписи. Столкнутся с новшествами и сами интервьюеры. Впервые микроперепись будет проходить на планшетных компьютерах. Ну, скажем, это большой-большой шаг вперед. Конечно, мы немножко переживаем. Бумага есть бумага. Еще большое отличие от микропереписи, она будет проходить не 9-10 дней, как обычно, а целый месяц. То есть переписчик, у него и нагрузка больше. И в то же время у него времени будет больше достучаться до каждого жителя. Вся работа переписи построена на доверительных отношениях всех сторон. Переписчики не проверяют достоверность предоставленных данных, доверяя жителям, гарантируя, в свою очередь, полную конфиденциальность. Плакаты и листовки, информирующие о приближающейся микропереписи, совсем скоро появятся на домах, попавших под эту программу. Опросить планируется как жителей центра курорта, так и сельской местности. Все 9 переписчиков при себе должны иметь специальное удостоверение за подписью руководителя Росстата. Напомню, от микропереписи населения, которая пройдет с 3 по 31 октября, ученые ожидают необычного материала, которого прежде никогда не имели.